МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север. В студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Сотрудники окружной полиции выявили предполагаемого закладчика, который прятал товар в лесу. В нашем эфире оперативные кадры задержания. Окончание ремонта не за горами. К завершению подходит реконструкция участка дороги в районе Кармановки. Скоро ли завершат работы? Детский сад – это не только про игрушки и тихий час. Дошкольное и школьное образование – это про внимательных педагогов. В нашем эфире расскажем, как проходит подготовка к учебному году в Нижней Пёше. Сотрудники окружной полиции задержали предполагаемого закладчика, который прятал товар в лесу. На этих кадрах вы видите, как задерживают подозреваемого в продаже наркотических средств растительного происхождения. Операцию по задержанию предполагаемого наркоторговца провели сотрудники окружной полиции. Полицейскими установлено, что задержанный организовал в Наринмаре интернет-магазин по продаже наркотических средств и оборудовал тайники закладки с наркотиками для потребителей лесных массивов вблизи города Наринмара. Все общение с потенциальными покупателями осуществлялось в сети интернет. В рамках проведения следственных действий и оперативных мероприятий сотрудниками полиции обнаружены изъяты тайники с наркотиками, приготовленные к сбыту. В настоящее время злоумышленник арестован. Возбуждено уголовное дело согласно части 1 статьи 228. Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Ведется следствие. Прокуратура Ненецкого округа поддержала государственное обвинение по уголовному делу о неисполнении инспектором ГИБДД своих обязанностей, повлекшее смерть двух лиц. По результатам судебного разбирательства установлено, что обвиняемый, состоявший в должности инспектора Дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД России по Ненецкому автономному округу, 12 июля 2020 года, находясь при исполнении своих должностных обязанностей в составе автопатруля на первом километре автодороги сообщением город Нарьянмар, поселок Красное Ненецкого автономного округа, пересел из служебного транспортного средства в автомобиль под управлением ранее ему знакомого водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения средней степени. После чего, осознавая, что водитель и находящийся в автомашине пассажир, не пристегнутый ремнями безопасности, не исполнил свои должностные обязанности по предотвращению и пресечению преступления и административного правонарушения. В результате чего нетрезвый водитель, управляя технически исправным автомобилем, оборудованным ремнями безопасности, нарушив требования правил дорожного движения Российской Федерации, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил съезд в левые по ходу движения кювет дороги и последующее опрокидывание автомобиля, вследствие чего двумя лицами получены телесные повреждения, повлекшие их смерть. С учетом данных, характеризующих личность обвиняемого и установленных обстоятельств совершения преступления, суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на два года шесть месяцев. В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил. И теперь об эпид-обстановке. За прошедшие сутки в НАУ зарегистрировано 10 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1846 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 1735 человек. За прошедшие сутки 12 человек. В регионе зарегистрировано 26 летальных исходов от коронавируса. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находится 223 человека. Из них стационарное лечение получают 62 человека, амбулаторное – 161. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Ремонт дорог – дело непрерывное. К завершению подходит реконструкция транспортной артерии по улице Ленина. Как проходит реставрация дорожного полотна в Кармановке и скоро ли завершат работы, расскажем далее. Строительство дороги, соединяющей улицы Ленина и Рыбников, началось еще в сентябре 2019 года. Работы активно ведутся. Сейчас дорожное движение здесь остается перекрытым. Дорожники подготавливают место для укладки тротуаров. Тщательно трамбуют грунт, чтобы не было проблем с пешеходной зоной. И не зря. Когда брали пробы уплотнения нижнего слоя, исследование показало результат в соответствующей норме. В ремонтных работах задействовано порядка 25 человек. В основном местные ребята и 9 единиц техники. Это погрузчики, тракторы, самосвалы, манипуляторы. Все, что необходимо. На данном этапе сделана ливневая канализация, устройство водопровода и газопровода. Тоже подходит к финишному, к финишной прямой. На данном этапе, что еще у нас? Финишное покрытие, щебеночное финишное покрытие идет перед тем, как уложить асфальт. И устройство тротуаров происходит. Сейчас на данный момент уплотняется грунт и отсыпается основа. По словам подрядчиков, все материалы для строительства приобретались заранее. Поэтому задержек с поставками не было. Как таковых трудностей не возникало. Единственное, коррективы носили погодные условия. Зимой холод, скажем так, и обильные осадки в виде снега. Летом дожди. Это уже иногда мешают. Впрочем, из-за погоды работы полностью не приостанавливались. Когда дорога отдыхала, занимались устройством ливневой канализации. Ремонтировали септик, резервуар для стока ливневых вод. Укладывали газопровод. Автомобилисты тем временем уже ждут окончания ремонта этого участка дороги. Сейчас им приходится искать объездные пути. К некоторым домам, например, к стоматологии, вообще сложно подъехать. Практически невозможно. Сейчас, тем более, там лужи такие огромные. То есть не подъехать. Я думаю, что для большинства жителей города, ну, первый вопрос, наверное, те, кто живет там. Потом магазин, ну, кооператор, естественно. Дети в садик сейчас пойдут в ромашку. Как бы, желательно, чтобы побыстрее ее сделали. Работы планируется завершить в конце октября этого года. На объекте установят остановочный пункт, оборудуют тротуар с тактильной плиткой. На некоторых участках дороги обустроят зеленую зону. Строительство проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дарья Чупрова, Владислав Носкин, Николай Волчейский, Телеканал Север. С 15 октября по 14 ноября пройдет всероссийская перепись населения. 25 тысяч волонтеров со всех регионов страны окажут консультационную помощь на переписных участках. Стать добровольцем может любой желающий житель округа в возрасте от 18 до 50 лет. В обязанности добровольцу будут входить достаточно простые задачи. Волонтеры будут оказывать консультационную помощь гражданам, которые хотят принять участие в переписи. В частности, они будут говорить о способах участия в переписи. Их всего три. Это остаться дома и дождаться переписчиков. Второй вариант – прийти самостоятельно на переписной участок. И третий – через сайт госуслуги. Если вы желаете стать волонтером переписи населения, вам необходимо зарегистрироваться на сайте, адрес которого вы видите на своих экранах. Пройдя обучение и краткий инструктаж, вы сможете помочь в переписи населения. Регистрация волонтеров будет проходить с 1 августа по 15 сентября 2021 года. Детский сад – это не только про игрушки и тихий час. Дошкольное и школьное образование – это про внимательных педагогов и любознательных ребят. О том, как проходит подготовка к учебному году в селе Нижняя Пёша, в сюжете Дарьи Чупровой. Татьяна Гулькова с гордостью показывает дипломы за заслуги сотрудников детского сада и своих воспитанников. Уже 27 лет она трудится здесь, в дошкольном учреждении Нижней Пёши, и всей душой любит свою работу. У нас работает очень творческий, сплочённый коллектив. Мы украшаем наше здание и территорию детского сада своими руками. Весной сотрудники и педагоги высаживают рассаду, чтобы у нас летом получилась такая красота возле детского сада. Не забывают в детском саду и о внутреннем убранстве. Здесь создали небольшой музей. Тут и старинный радиоприёмник, и самовар с баранками, и печка с глиняной посудой. Наглядный кусочек истории для ребят, возникший благодаря идейным педагогам. Помимо этого, сотрудники заботятся и о состоянии помещений. С собственными силами и силами работников мы сделали текущий ремонт групповых ячеек. Также покрасили актовый зал, музыкальный зал. На данный момент все ремонтные работы завершены. 1 сентября в детском саду ждут 53 ребёнка. Это четыре группы разного возраста. В средней школе имени Алексея Калинина также к подготовке помещений отнеслись серьёзно. Был проведён небольшой косметический ремонт, покрашены рекреации и лестничные марши. Школа, значит, сейчас завершаются ещё работы по септику. А так в целом готовы. И в последнюю неделю перед учебным годом коллектив наших педагогов будет уже заниматься оформлением, эстетикой классов. Как сообщила директор сельской школы Марина Голубина, всего в школе 90 учеников. В первый класс пойдут 6 человек, все мальчики. Откроют и 10 класс. В нём будет обучаться 3 человека. Педагогический коллектив укомплектован. Помогать постигать науки будут 17 учителей. В этом году приедет новый преподаватель английского языка. Все детские образовательные учреждения Нижней Пёши готовы вовремя открыть свои двери и принять воспитанников в новом учебном году. Дарья Чуфрова, Владислав Носкин, телеканал «Север» из Нижней Пёши. Козье молоко и сыр в массы. Семья Никитиных в воплощении силы духа и идиллии с природой в лице сельских тружеников продолжают модернизировать своё хозяйство. Единственная в селе Тельвиске ферма развивается, несмотря на различные трудности. О жизни современных фермеров расскажет Катрина Тайбарей. Девочки, хватит есть. К нам гости пришли. Сейчас мы находимся в гостях у семьи Никитиных. На сегодняшний день это единственная ферма в селе Тельвиска. Несмотря на все трудности ведения хозяйства, дело растёт и развивается. И эти замечательные козочки дают отличное гипоаллергенное молоко. В современном мире сегодня всё реже можно встретить семью фермеров. Никитина с гордостью занимается своим хозяйством и развивает ферму. Вообще всё начиналось с малых желаний, чтобы у наших детей было натуральное молоко. И всё начиналось всё с двух коз. Только для себя, без всяких коммерческих целей. Соответственно, у нас появилось дома молоко, люди стали спрашивать. Типичное утро начинается с завтрака. Далее по списку. Дойка, кормёжка коз, кур и коров. Розлив свежего молока по ёмкостям для продажи. Я эту козу сдаю. И мы перельём в трёхлитровую банку. Вот талон трёхлитровой банки есть. И посмотрим, сколько даёт коза за один раз, за один удой. Как мы видим, удой хороший. Даже не вместился в одну банку. Но на этом дела не заканчиваются. Корма для животных Никитины готовят сами. Косят и собирают сено, утрамбовывают в тюки. Есть какие-то перерывы, где именно работает трактор наш, и не нужны наши руки. Мы собираем веники, потому что козам обязательно нужны грубые корма, такие, как, допустим, веники. Одна из важнейших составляющих содержания животных – уделять внимание и ласку. Ведь от эмоционального состояния коз зависит качество удоя. Надо, чтобы они были приручены и слушались хозяев. Обязательно время уделять на эти ласки, на общение с животными. Это одно из необходимых условий. Активной фермерской деятельностью Никитины начали заниматься с 2016 года. Тогда приобрели крупный рогатый скот. В то время в приоритете были коровы. Но со временем все изменилось, и ставку сделали именно на коз. Изначальная точка, вот крайняя точка была коз, откуда я договорилась, откуда мы приобретали. Это был Киров. С Кирова довезли до Сыктывкара. С Сыктывкара довезли до Щелиюра. Щелиюра привезли, Славик Шевелев привез до Наринмара, до Тельвицки. Хозяйство развивается. Соответственно, растет и нагрузка, физическая и финансовая. Единственная поддержка от государства на данный момент – это дотации судоя, которая составляет 70 рублей за литр. У нас на сегодняшний день, какой мы мерой поддержки пользуемся, это дотация по литражу молока. Другими мерами поддержки у нас пока нет возможности воспользоваться. В 2016 году Клавдия Никитина выиграла грант в размере 500 тысяч рублей. Одним из основных условий реализации гранта было наем рабочего на официальной основе. В связи с определенными обстоятельствами сделать этого не удалось. Поэтому хозяйка была вынуждена вернуть средства в полном объеме, что поставило ферму в крайне затруднительное положение. Но, тем не менее, финансовое положение налаживается, появляются новые возможности и цели. Мечтаю, чтобы дали в Тельвицке арктический гектар. Наконец-то хочется дождаться решения кадастровой палаты. И в итоге на сегодняшний день я до сих пор не знаю ответа, будет ли у нас земельный участок. Просьба к администрации сельского совета, чтобы они обратились в кадастровую палату, для того, чтобы фермерам выделили земельные участки. Почему именно козье молоко? Оно гипоаллергенное, по вкусовым качествам не уступает другим видам молока, натуральное и питательное. А еще безопасное, ведь фермеры тщательно подходят к обработке сырья. Мы подоили молоко, оно на данный момент является парным. Должны мы его охладить. У нас есть быстрая система охлаждения. Охладили, процедили и потом только на реализацию. И еще обязательно мы должны предупреждать своих покупателей о том, что желательно цельное молоко прокипятить. Впрочем, на одном молоке фермеры решили не останавливаться. У нас есть сыроварня, мы сыроварню купили. Она объемом 30 литров. Выход продукта, полутвердого сыра полтора килограмма, мягкого два килограмма, но твердого там где-то грамм 800 будет. Это просто пробный эксперимент, можно сказать. Это начало-начал. Возможно, из этого потом, когда-то получится. Ну, сразу говорю, не в этом году. Как успеть в всем? Ведь в хозяйстве живые существа, которые требуют постоянного внимания и ухода. Тем не менее, Клавдия отлично справляется. Успевает работать и воспитателем в детском саду. Иногда получается совмещать работу, ребятишек знакомить с тем, что у нас имеется на подворье. Тема даже есть определенная, допустим, домашние животные в разных возрастных группах. И вот мы осенью как раз приурочиваем такие экскурсии детского сада на нашу фирмочку. Нет никаких секретов. Просто работаем с утра до ночи и потом падаем. Все, никакого секрета нет. Где брать силы и вдохновения? Ведь дел – непочатый край. Нельзя позволить себе выходных праздников. Жена придает силы и вдохновения. Больше что. Опыт предыдущих поколений, грубо говоря. Вот у наших предков же получается. Вот у меня вся семья фактически, ну что, крестьяне. У жены вся семья крестьяне, грубо говоря. Любовь к делу, забота о родных и желание передать навыки дальнейшим поколениям. Вот основополагающие успеха семьи Никитиных. Катрина Тайбореев, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Начинающий музыкальный продюсер из Наринмара Ян Вейнберг Николас врывается в топы музыкальных чартов. Диджей из маленького заполярного городка занимается написанием авторских треков, которые набирают популярность не только среди российского слушателя, но и среди зарубежных ценителей музыки. Как зарождаются треки и в чем их привлекательность – подробности в сюжете Василия Хатанзейского. Профессиональный мэш-ап, сведение двух треков и единый электронный симбиоз. Именно этим занимается молодой диджей. Уже более девяти лет Ян Вейнберг Николас увлекается музыкой. Творческий путь музыканта начался еще в 2012 году. Парень воодушевился своим кумиром и решил связать свою жизнь именно с музыкой. На данный момент я пишу больше музыки из-за пандемии, выступлений все меньше. Так что по большей части, да, пишу музыку только. Пандемия коронавируса сильно повлияла на работу диджея. Раньше Ян был частым гостем на мероприятиях городского и окружного масштабов. Также его приглашали отыграть свои музыкальные сеты в Москву и Архангельск. Сейчас молодой саунд-продюсер активно работает над написанием музыки в разных стилях. Пишу в стиле электро-хаус, прогрессив-хаус, фьючер-хаус. Бывает коммерцию пишу, поп-музыку. Но это больше, скорее всего, акцент на Россию. А на зарубеж танцевальную музыку, идею. Вдохновляюсь исполнителями, своими любимыми диджеями. Смотря на своих фаворитов, Ян продолжает получать знания именно в этой сфере. Самый первый трек диджей Венжин, под этим псевдонимом выступает молодой артист, создал в 2017 году, который стал рывком в сфере творчества. Писать я начал именно музыку с 2017 года. Я стал плотно изучать, я думаю, какой диджей может быть, который не играет свою музыку. И в 2017 году я буквально за год очень быстро изучил музыку и уже подписал свой первый контракт с музыкальным лейблом. И в конце 2017 года меня уже издали. Ян уже выпустил много авторских треков, которые продолжают держаться на лидирующих позициях в топовых музыкальных платформах Эстонии, Финляндии и Нидерландах. Также их поддержали знаменитые диджеи, диджеи мирового уровня, которые входят в топ-100 диджеев мира. Отыграли на радиошоу своих. Очень приятная поддержка, которая мотивирует. На сегодня у молодого диджея подписано более пяти контрактов с популярными лейблами из России и других стран. Один из Хармор Рекордс – это Британия. Один русский популярный поп-лейбл, опять же коммерция, это Сакура Рекордс. На нем многие хиты издавались, еще Хармор Рекордс. Сейчас мы держим курс на большие лейблы, которые попадают в топ-чарты. Я не брошу это дело уж точно ни по каким причинам, даже если у меня не будет получаться. Это всего лишь только уроки, мне кажется, буду извлекать из этого. Дальше писать музыку и только вперед. Совсем скоро Ян выпустит новый авторский трек совместно с поп-лейблом Sony Music. Вот так, начиная с обычного хобби, диджей Венжин добился успеха в своем деле и продолжает совершенствовать свои навыки. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.